На очередном заседании Рязанской областной думы депутаты рассмотрели более двух десятков вопросов. Среди наиболее социально важных стало обсуждение законопроекта о возрождении Института народных дружинников. Теперь при муниципалитетах будут созданы штабы, куда могут прийти и записаться все желающие добровольцы. Предполагается, что нести дежурство по охране общественного порядка дружинники будут совместно с рязанскими полицейскими. Сейчас разработана символика, чтобы простые горожане на улице смогли узнавать представителей народной дружины и в случае каких-либо инцидентов обращаться к нему за помощью. Закон регулирует и права думы, и права правительства в этом деле, определяет статус дружинника и гарантии его деятельности, как и материальное, какое-то вознаграждение, которое будет определены муниципалитетами, и другие гарантии в случае неприятностей, гибели и прочее. Я думаю, что это очень своевременно, нужно и будет воспринято очень положительно, вот именно людьми, которые активно болеют за все процессы, которые у нас происходят. Рассмотрели депутаты и важный законопроект, направленный на патриотическое воспитание молодежи. Региональные парламентарии единогласно проголосовали за использование копии Знамени Победы на праздниках, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Данный закон, как бывает нечасто, исходил от всех фракций и поддержан всеми депутатами. Война коснулась и нашего региона, слава богу, не очень сильно. Но я считаю, когда на территории нашего региона проводятся мероприятия, связанные с теми или иными локальными боями, которые проходили на территории Рязанской области, когда мы отмечаем какую-то годовщину этих событий, также необходимо использовать копию Знамени Победы. Естественно, это делается с той целью, чтобы как бы и сплотить народ, и в части воспитания патриотического отношения нашего подрастающего поколения усилить работу, ну и по ряду других направлений. Мы считаем, что принятие такого закона, оно объективно и работает только на нашу историческую память и на консолидацию нашего общества. В настоящее время, когда и фашизм свою голову поднял, и нацизм, и в странах Прибалтики, и в нашей братской Украине, пусть подумают, когда будут вывешивать вот копии Знамени Победы, пусть посмотрят, что, как мы победили, это зло, смертельное зло человечества, и пусть задумаются немножко. Согласно закону, копии Знамени в обязательном порядке будут 9 мая вывешивать на зданиях органов государственной власти. Список зданий определит правительство области. После этого подсчитают, сколько бюджетных средств потребуется на изготовление полотнич. Также органы власти будут использовать копии Знамени в торжественных мероприятиях, посвященных как Дню Победы, так и другим значимым событиям Великой Отечественной войны.